Я могу вас познакомить с Калуччо или как итальянский макароны-монстр? Или как шеф? Хороший парень. Филин знает, что здесь макароны батя. Он же пастафорианец. Надо его сюда послать. Там целый у них отдел есть, где они пасту продают. Прикольно, разноцветную. Машке понравится. Мы где находимся вообще? В магазине Итальяно. Реститерия. Паститерия. Паститерия. Дюйс-бар. Ну и что тут такое? В принципе, они позиционировали, ну как я понял, что у них сыр, собственно, производство. У них мясо, собственно, производство. Действительно, есть и их производство, и есть... А вот, кстати, вот шеф главный. Он сказал всех, кто любит их, чтобы парюли. У них всё своё производство и мясо тоже. Мы взяли мясо. Вот. У них такие красивые, видите? Италия, перла, амбиент. Итальянский какой-то. Перла это жемчужина. Дальше не знаю. Итальянская жемчужина, амбиент, я не знаю, как переводится. Амбиент. Амбиент. Ну ты расскажи тут нарушения. Это хамон, да. Вот просто вот смотрите, как я обычно векторину провожу. Скажите мне нарушения какие. Давайте, кто? Все пытаются. Вес цена. Производства нет, а нет условий хранения. Условий хранения нет, а нету состава. Производитель есть. Белких и углеводов. Есть, да. В некоторых даже ЖБУ есть. В некоторых нету даже, кто произвёл. То есть они просто наклеили и всё непонятно. Кому, собственно, претензии, если что, когда вздох. Оно выглядит красиво и 5000 за килограмм. Нифига себе. Это мало. Мало. Мы обидели за 37. Голобус гурме. Голобус гурме опасный. Мы взяли хлебушек, взяли чай. Кстати, у них развесной чай. Я бы набрал их много и принёс бы вот так вот им остаточки всех. И дома выпил много лет. Серьёзно. Но я хочу сначала сделать замечание, как бы, да, здесь. Ну, чтобы не совсем борзеть. А потом, если они не изменят ничего, потом уже, конечно. Если они справятся. Да, более настойчивым будет. Как тут к тебе отнеслись? Нормально. Кроме охранника я немножечко. Но он странный, но не злой. Не злой. Просто он не привык таких дебилов видеть. Я хотел показать. А, вот. Рыбу мы попросили. Дело в том, что по санпинам они обязаны предоставить декларацию качества в соответствии с санпином. Обязаны. Попросили? Нету. Попросили аннотацию на рыбу? Тоже нету. В итоге, смотрите, упакована 9-го. Понятно срок годности, да. А я говорю, а как давно она вот тут у вас лежит? Ну, говорит, ещё дня на два назад. Или как, да? Два дня назад. То есть, судя по всему, у него день срок годности. Он ещё вчера кончил по срок годности в рыбе. Да, и они только потом упаковали. Они только сейчас упаковали. То есть, ну, мирсковато в этом плане. А так рыбка красиво выглядит. И не воняет, в принципе, не знаю. Но я боюсь её взять. Потому что в остальных магазинах просто ещё всё более плохо, мне кажется. Потому что там, когда берёшь даже в сроках годности рыбку, то она уже за пашком, да. Ну, нравится атмосфера. Атмосфера, да, я уже отмечал. Мне очень понравилось. Там отдельная территория, где еда. Для, собственно, производства, кафешка. И там несколько разных вот таких производителей локаций. Можно здесь взять вапшу, здесь можно взять там супчики. Охранник добрый, нормальный, но он тряться вот так, ну, я вам сказал, нельзя, администрация надо соблюдать. Хорошо, мы согласуем с администрацией. Подождём, пригласите, мы проговорим, согласуем. Нет, нельзя, нельзя, я и пропал, и всё, пока ничего нет. Он тут, кстати, на Киевской достаточно. А ты им сказал, что, может, без ментов? 9 мая всё-таки они это, злые, на бутылках кого-то собирают. А, нет. У тебя не было, и все хорошие места приходят на последствия. Поэтому, если хотите, что-нибудь набирайте, вот полно всего можно, и пойдёмте, пробуйте. Ты сказал, мы борозить не будем? Нет, просто попробуем. Ага, хорошо. Мы взяли по одному экземпляру, всё, мы не брали здесь прилавок. А ты пригласи попробовать вместе. А? Может, вместе пригласи попробуем? А я сказал, начальнику директору, сказал, что я вас позову. Меня же затняли. Ну что, пошли? Да, пошли. Подпишитесь на второй канал у Павлика. У меня, в принципе, тоже есть второй канал, третий есть. Но... Но ты с них комментарии оставляешь, поэтому, да, нельзя? Иногда, да. Трансформатор, я помню, чморил, у меня там несколько аккаунтов я набрал. Он все их зачморил, забанил, поэтому бесполезно. А так я, допустим, есть жалобы на мента, но я не хочу на своём канале опубликовывать всё видео, вот это всё. Я туда, на тот канал, и ссылочку им отправляю, типа, жалобы на мента, вот, доказательства. Нет. Поэтому, собственно, для этого. У тебя для этого же? Практически только знаешь то, что не попадаются в основные ролики, там, во всякие рейды. Каждый день ролики. То есть, ну да. А ещё больше мы снимаем. Вот. Так что все ссылочки в описании, второй канал Павлик Ситизен. Подписывайтесь. Что ты там нашёл, Юлиан? Вот второе на пятое. Переклейка? Да. Годень до 02-05-го. А, ну-ка, покажи. У-у-у-у. Здравствуйте. Что значит здесь? Да ладно. Здравствуйте. Павел, здесь у нас напитки, закуски. Спасибо. Отнакомимся. А, смотрите, вот напитки у нас есть не такие же. До 02-05-го. Блин, у меня зума нет. А, вон. Упакуем. Да, в натуре, слышишь, заклеили. А сегодня 9 мая, на неделю. Заклеили. Ребят, на этом. То есть, причём первое слое. Здесь просто сняли сразу, то есть, поняли. Здесь вообще нету? Идеально первый попавшийся, вообще. А, то есть, это, по идее, до Пасхи должны ещё съесть будет, да? Ну, естественно. Или на Пасху? Ну, даже если после, если понравилось кому-то вкусно. Ну, мы первый попавшийся взяли, вот так вот получилось. Макс. Тут что у нас, давай? То же самое. Ну, ПК-хай сначала. Попробуй отклеить. И здесь что-ли заклеили, да? Да. Сможешь отодрать? А с какой целью они это делают? Это что-то прибыль что-ли приносит или что-ли? Это, по-моему, обман покупателей. Да, это и есть обман покупателей. Да, до 02.05. 28 апреля до 02.05. 800 рублей. Кулич 800 рублей? Ты точно не с собой это принёс, как говорят в некоторых магазинах? 800 рублей. Вот возьми сейчас прям вот оттуда. Пойдём. Да? Пойдём, покажем. Откладываем в сторону. Давай. Повторяем упражнение. Так, вот так вот, да? С другой стороны уже. Нет. И фокус, фокус. Лоп, 100. Что там написано? Всё то же самое до 2-го числа. Вот вижу. Сегодня 9-е. С днём победы. С днём победы. С днём победы. Надпросрочка. Ну, ребята, припевите. Тащи все сюда, чего они там будут стоять. Попробуем повторить на фокус, как обычно. То есть хочешь сказать, что можем повторить? С дополнительной нарезкой. Можем повторить? Нет. Давай. Только запишу. Здравствуйте. Можно? Да. Слушай, а тут, в принципе, как класс маркировками это СМС есть. По-моему, да. Ну, сейчас вот и нет. Возьми меня в холодильник. А, в холодильнике. Нет, возьми меня. А, ну это, по ходу, дегустация, да? Что это? А, это уже отрезали тебе, да? Нет, он вот прям лежит готовый. Как его оплатить? Да. Я вам ценю? Да, да. Ну что сегодня? А сыры? Да. Все как обычно. Сейчас еще в колбасу запрятим. Сейчас еще в колбасу запрятим. Что же нам говорят? Нам утверждают, что упакован сверхсегодня, годин до 12 мая. А когда он сделан, не подскажете? Не подскажу. Ну, год, два назад, три. А, я его в седьмом году видел, да? В 2007. У нас есть камера, где вы можете посмотреть. Их выносят со шефа или шефа. Это на них на неделю происходит. На неделю. Полутвердый сыр. Давайте посмотрим. Может сходить? Где? Я думаю, вы лучше позовете нам. Куда мы, куда мы обратимся? Куда? Где можно писать? Я думаю, лучше бы вам позвать. Пойдемте. Которую вам поможет. Ну, если вас интересуют именно по продукции, по всей. Не, ну вот конкретно вот это все. Моцера? Просто есть витрина. Я продавец-консультант. И я не должна уходить с... Не, уходить не надо. Ну, просто... Да. Ну, просто... А тут вам расскажешь тогда, кто вы? Конечно. Здесь подходят по одному. Ну, ну... Ребята не представились, а кто вы они? Стоит. Да. Э, он говорит, что они не сказали, где они? Да. Ну, мне интересно, я не могу сказать, что они не были заходы, потому что я там... Ну, мне кажется, что они не сделали. Какая сестра Джона? Меня интересует дата изготовления этого сыра. А когда вы получили этот сыр? Мне кажется, что я этот сыр видел в 2007 году на прилавке. В 2007? Это шутка. Десять лет назад? На самом деле, дело в том, что... Мы сразу скажем, к чему мы ведем. Дело в том, что по российскому законодательству, по техническому регламенту Таложного союза обязательно должна быть дата изготовления этого сыра проставляться. А тут есть только дата упаковки. Какая сестра упаковки? Мы вам эту информацию не можем дать, можем дать только когда будут открыты офисы. Мы их делаем, как бы... Это сыр с коморцом. Буквально 5-7 миллионов. Маркировкой вы не занимаетесь? Нет, маркировка, конечно, на каждой продукции есть. У нас есть и на римпы, у нас есть все сыры, которые мы закупываем. Это маркировка и то, что касается кухни, конечно, у нас маркировка все есть. А надо приходить в 10 часов утра, когда открывается офис, у них есть все документальные. Мы эти бумажки, как бы, на приготовление там сырового, на самом деле, если вы пришли пораньше, был у нас сыровар, тоже итальянец, и он бы вам все рассказал и все показал. Эти документы не могут есть, но, как бы, он закрыт и как бы... Нам бы пообщаться с тем, кто отвечает вот именно за наклейку вот этих вот стикеров. А, это... Отвечают... Они будут параллельно с людьми, которые делают вот эти вот эти вот эти вот. И, кто они... Сегодня они работают. К сожалению, без той информации, которую я хочу видеть, вы не имеете права продавать этот сэр. Это свежий себе? Нет, возможно. Возможно, возможно. Возможно быть, он и свежий, да. Но... Чем-нибудь подтвердить, что я его видел в 10 часов. У вас должны быть две даты. Одна дата создания предмета, а вторая дата, когда его поковали. А это куда пойдет, куда-нибудь же это нужно? Может, не знаю. Лица наши, ну, как бы, не могут... Хорошо. Человеки и форчи на острии... Ну, вы можете как-то донести информацию, что этикетку на новом маркировке должна быть именно вот такая? То есть, когда... Две этикетки? Нет, нет. Просто тут должна быть дата изготовления, да, две даты. Я понял, что однако данное сделано. Но вы когда-нибудь сейчас можете пойти на разнимание камеры. Не, а мой интернет-то не влияет. Хорошо. Я видел. Можно WiegLE. Сегодня мы отч versuchen обратную доход на вот этой костью, где мы открываем апстри, а на каждой форме написана своя дата. Если вы замечаете... Ммм, я вижу... Каждый есть сухой, и это сыры каждый. Самый лучший смотри, на каждый есть своя этикета. Слушайте, действительно, да. Я шеф-повар рыбного ресторана, я вам не могу отмечать за сыры. И все, это вы мне что-то сказали про рыбу, я вам все покажу про рыбу. А идем все по поводу рыбы. Давайте попробуем распечатать, да. Вот по этой рыбке. Пожалуйста, прийди сюда. Покажи этикетки просто из рыбы, которые из коробки. Покажи просто, да, и все. Спасибо. И декорации соответствия еще есть? Ребята, это к офисам. Утром в 10 часов. А, в офисе все есть, правильно? Смотрите, вы к нам в 10 часов приходите. Сегодня праздничаем день. Вы сейчас пришли, они в 10 часов завтра. К сожалению, у меня нет вот этих листочков сейчас. Я вам могу показать, когда нам приедет на рыбу. Декорация соответствия вы сейчас предоставили. А сейчас что, накладная, правильно? Или на коробке? И этикетка на коробке, которая приходит. А, ну этого, в принципе, достаточно. В принципе, этого достаточно. Коробка вот на коробке приходит. А по запросу в течение трех дней. Главное, что она есть, да. Сас, коробка. Коробку, коробку, принесите всю коробку, башу, коробку. Ребята, это не пятерочка, не кисть. Да. Это даже какие-то специальные устройства, которые водичку полевают на рыбу. На самом деле, эти устройства есть везде, но они нигде не работают. Ни в ленте, ни в биле, ни в пятерочке, ни в перекрестке. Нигде. Они не работают. Они просто есть для вида. А что это? Вот распылитель, чтобы увлажнять продукты, чтобы они не заветривались, да? Подушку, воздушку, влажную. Угу. Чтобы не заветривался, не портился. Дата упаковывания 0,2, 0,5. Дата изготовления 0,2, 0,5. От 0 до 4. От 0 до 4. Тут, кажется, меньше 0, а тут. 15 дней, да? Здесь у нас, собственно, плюс 15. Не-не-не. Вон, вон, вон. Тающий лед. Как раз 0. Вон. Ух, ну-ну. Так, ну, пожалуйста. Смотрим. Смотрим. Вон, вон. Вон. Вон, вон. 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 Мы так понимаем, что вот этот термометр правильно, правильно? Не вот этот, а вот этот? Ну, который во льду стоит, это вот тут смотрено. Мы стоим во льду, у нас рыба вся во льду, и сверху каждые 3 минуты льется вода. Буквально каждые 3 минуты мы поставили регулятор. Каждые 3 минуты именно, что не случилось рыбашку, все это качество у нас хорошее. Да, вот практически нигде нет этого, да? Каждые 3 минуты у нас нет рыбы, у нас качество, гости, все хорошо, все нравится, и никогда с рыбой проблем не было. Вот вы сами видите, рыба. Мы, да, посмотрели, все в порядке. Рыба, солну, точно. На соль все сами, рыбу солим, салаты все сами делим. У нас пусты все живые, морские ежи, миди, вонгули, все можете, правильно, засмотреть. Ну, тоже видите, нет... Все живое, все шевелится. Вот тут, смотрите, тоже нет, да, ты могу, я тебе могу, правильно, про качество, я тебе могу показать этикетку. Просто скажите, в рабочий день передайте там руководству, что это нужно по закону. Я вам могу так попробовать, все сделать, ну, практически как я... Хорошо, хорошо. Подпишите, уэлл-стрисы тоже, все живое, но как бы свежее. Шевелится, да? Маски ежи, все шевелится, вот. Да, все свежее. Вот, видите, вот тут тоже, вон, блин, глаза, берем руки, а не прячется. Нет, у нас все живое, я все слышу. Все, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Классно. Прикольно. Слушай, вот это, да, вот такое. Да, вот такое красивое. Это вам не пятерочка, ребят, да? И водичка льется, когда надо, и, видите, человек готов все показать, доказать. Ну, а маркировка, ну, действительно, это не его на самом деле. Ну, да. Ну, я думаю, что он передаст, правильно, потому что, я думаю, ну, итальянцы там или кто там, что, ну, они пунктуальные, я думаю, люди, правильно? Пойдем в Комя-Кон, найдем его, где у нас. Ты видел, что они с этим сделали? Да. Они скрыли просрочку. Да. Кстати, в Рыбе сейчас были, в Рыбе сейчас были очень достаточно милые дяденька, нам все пояснил, переводил с итальянского там, рассказал, что, ну, вот, рыбу, декларацию какую-то вот эту накладную на коробке принес. Ну, вроде бы все нормально, водичка у них каждые три минуты льется. Показывал живых морских ежей, такой достаточно доброжелательный дядька. Да, точно. Они нам ничего не показывали. Мы записали на видео. Не знаю, нам сейчас все показали. Мы показали, они сказали, что нет, что у них нет, и за праздник они... Нет, это про дату изготовления, они сказали, да, что они не отвечают за маркировку, у них чисто качество продукции. Это дата изготовления, типа, в офисе. Ну, когда мы попросим, я попросил аннотацию, чтобы понять. Нет, они бы вынесли коробку прям. Аннотация. Ну, коробку, аннотация, да, да, родная. По санфинам рыба охлажденная должна храниться в коробке. То есть нельзя, в принципе, тогда выставлять, да? Только если моментально продаешь, тогда... Слышишь, по-моему, больше не сказали. Или с витрины просто не продавайте, все. Они сказали, что у нас витрины взял офис открыть, и они не могут сказать, что это такое. В 10 утра, говорит. Ну, ладно, что тут у вас? Мы ждем. Кого? Ответственно, чтобы она заявила, что будут все утилизироваться. Плохое, не качественное. Это наши продукты. Это изделие. Если не качественный, то что вы будете делать продуктом? Нет, я имею в виду, это некачественный. Вот сейчас, где он? Второе мая. Годен и трома. Это старый. Это крючки. Кулей. Он старый. Старый, просроченный. Это дата. Упаковано в апреле. А второго мая годен до. Это плохое, правильно? Вы будете накидывать? Накидывать. А здесь? Это наш маркет. Как мы говорим. Да, Маша. Сейчас скажи еще раз. У нас есть в офисе, мы договорим. А, наш офис. Хорошо. А кто еще? Вот по этим продуктам, кто ответ? Еще раз. У нас есть маркет, который договорим. А может быть? Мы просто боимся, что этот продукт, он не качественный, он опасный. Мы боимся, чтобы он продавался. Мы будем купить? А? Не купить. Не купим? Нет, а другие люди купят. Делеферация. А он плохой, не качественный. Попробовать? Попробовать можно? Нет. Это не купить, а потом попробовать. Я не могу купить, я покупаю только качественный. Какие ты работаешь, я не знаю. Я только качественный. Если он качественный, я куплю. А если он не качественный, то не буду. Нет. Как тебе? Нравится купить, если не нравится, то не купите. Хорошо. Я попробую, если не нравится, то не знаю. Нет. И купить, потом попробовать. Если проблема, то я говорю, я не верну. Правильно? Нет, это не знаю, это не моя работа, это не моя работа. Можете позвать лучше по-русски, русский язык, лучше по-русски? Мы ждем здесь, хорошо? Да. Да, вы просто что-то. Я не хотел с ним разговаривать, потому что я знал, что он плохо по-русски говорит, попытался что-то как-то, ну вот здесь он признал, конечно. Камяк. А я понял то, что он говорит, офис, офис все ваши претензии, отправляйте его в офис, там разберутся. Камяк. Тебе надо было остановиться на его фразе «можете попробовать». Я тебе как твой защитник говорю. Ну да. Логично, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok